Добрый день, коллеги! И сегодня я хочу продолжить эксперименты с восточной хурмой. Вот у меня есть чашечка размороженной, почти размороженной хурмы. Это уже мякоть. Я сейчас её буду загружать в соковыжималку. Процесс пошёл, немножко хрустит от заморозки такая ползамёрзшая кашица. Сейчас всё быстро сделаю. У меня уже пошёл промыв. Всё хрумое загрузил и, как видим, мы сока как такового нет. Что же я сегодня хочу добавлять? Вот у меня есть немножко инжира, тоже в морозилке оставался. Крупный чёрный инжир, тоже в полумороженом состоянии. Сейчас я его буду попробовать сюда загрузить. Посмотрим, что из этого выйдет. Вот, видимо, мух идёт уже от инжира. А сока у меня не прибавляется. Четыре крупных плода инжира сюда высыпал. Как видите, соком проблемы. Это ожидаемый результат. Видите, такая приятная масса идёт. Нажимаю. Она не пропадёт, никуда не делится. Я её использую для производства пастилы. Вот у меня сегодня приготовлен гранат. Это мой гранат из сада. Я его почистил. Последний гранат. Сейчас буду засыпать. Можно сделать, конечно, чтобы был чистый гранатовый сок, но у меня стоит задача сделать сок с хурмы. Вот сейчас я буду засыпать зёрна. Хочу высыпать сейчас в тарелку. И получить всё-таки сок. Я его, конечно, потом перемешаю. Опять же видим, что идёт жмейк. Я ещё не открываю клапан. Хочу, чтобы у меня здесь сок перемешался ещё в верхней части соковыжималки, а потом уже хочу открыть клапан. Вот видите, какие сухие зёрна выходят после граната. То есть уже жмых хурмы инжира вышел, а сейчас выходит уже жмых после граната. Я его, конечно, отделю от жмыха хурмы инжира. Сейчас последняя граната засыпаю. Процесс, конечно, интересный, как сок выжимается. У меня уже там почти полная чашка, как раз я сейчас остатки высыплю. И можно будет уже открывать клапан. Вот я уже почти вижу целую чашу. Вот вы видите, как полился этот сок у меня. Скажем так, эта смесь получилась у меня из трёх фруктов, которые собраны в моём саду. Это гранат, инжир и высочная форма. Вот ещё слышим, как хрустят последние зёрнышки граната. Как я вижу, уже и жмых перестал идти. Ну и последние капли. Сока уже, как мы видим, и жмых уже не идёт, потому что там ничего практически не осталось. Ну что ж, выключаем соковыжималку. Закрываем пока клапан, чтобы не пачкать стол. Ну и пробуем. Ведь, конечно, результат это получение сока. Вот он такой точно густой, как и в предыдущих моих роликах, как смузи. Ну что ж, осталось дать оценку за вкус. Очень вкусный, сладкий. Тем более я немножко не разморозил инжир и хурму. И хурму, и прохладный такой, освежающий. Очень вкусный, не приторный. Но сладости вполне хватает, не кислый. Спасибо всем за внимание.